Боже мой, посмотрите, что здесь творится! У нас листопад! Какой ужас! Хотя погода прекрасная. Плюс 26 сегодня днём даже было. Но я пока лазила в компьютере, боже мой, какой кошмар! Придётся убирать всё это. Лазила в компьютере, изучала, и у дедушки тоже кушмар. И на земле кошмар. Трындец в огороде тоже кошмар. Там песни. Изучала, как голосовать в США. Честно говоря, чёрт ногу сломит. Что, Буся, дружка своего высматриваешь? Кошмар! Желательно не наступать, потому что потом трудно будет заметать всё это. Кошмар! Оно, конечно, красиво, но... Очень трудоёмко. Оно всё в дом летит. Но зато у меня балкон открыт целый день. Такая прекрасная погода стоит, чтобы воздух заходил. Потом подсядем на кондиционер, вернее, хит, подогрев. Всё здесь будет закрыто. Но я всё равно проветриваю. Но чтобы тепло не выходило, всё это закрывается зимой. Американцы могут вообще не открывать дверь. У них буквально всё заблокировано. А я без воздуха всё равно не могу. У меня даже ночью всегда при работе обогревателя работает... Открытое окно, вернее, щёлочка. Куда ты побежал, малыш? Может, ты покакаешь, чтобы я с тобой не выходила на улицу? Или ты там кого-то хочешь напугать, в первую очередь, меня? Что? Что там? Ну, иди, иди. Кошмар. Это я убирала два дня назад. Сколько листьев. Буся всё хочет своего дружка встретить. Поговорить с ним. В очередной раз, да, Буся? Что это такое, что? Кто не знает, у нас здесь сурок живёт под полом. Буся, что такое? Такое впечатление, что на крышу кто-то залез. Животные бегают или что? Колесо. Продолжение следует... Так, ребят, у нас Хэллоуин. Начинают дети ходить по домам. А я, честно говоря, не подготовилась. Уже одна девочка приходила. Надо шторы закрыть, потому что будет неудобно. Я, честно говоря, и не знала, когда этот Хэллоуин. Вчера муж приехал с работы, привез мне шампанское. Я говорю, это в честь чего? Это твои извинения за матюки? Он говорит, нет, завтра Хэллоуин. А извиняться, говорит, я не собираюсь. Но если бы не муж, я бы даже не знала. Знала, что где-то... Где-то скоро. А когда... Ну, как бы такое, знаете. У меня тут куча работы еще. Так, ну что, надо это позаметать на ночь глядя, правда? Потому что завтра еще нападает. Я два часа простояла на кухне, и это только было мытье. Даже ничего не готовила. Так что займусь уборкой. Выпила водички, кока-колы. Будь все у меня покаканы сегодня. В огороде покакал. Мы погулять не успеваем. Ладно, один раз можно, правда? Хотя погода хорошая. Хотелось прогуляться. Но как-то так я и в интернете сегодня сидела. Не успеваю, короче. Все, здесь чистенько полила свой очаровательный цветок. Пусть он меня еще порадует, потому что дождей нет. Слава богу. Слава богу. Буся прибежал. А здесь придется грабить граблями. Но это уже не сегодня. Берем метелочку и идем на балкончик. Чего ты, сладкий, с игрушкой пришел? Казимама, мне скучно. Ты целый день занята, да? Ну что, серия номер два. Я со стола посметала и все равно. Вот видите, как падает. Уже листочек там лежит. Надо убирать, потому что все будет в доме у меня. Буська бегает туда-сюда. Я люблю выйти на балкончик. Эти цветы даже засыпала. Смотрите, я наивная. Думала, мне ведра хватит. В результате взяла большой мешок. Здесь вот один стоит. Там стоит мусор. Ну, как бы пластик. И банки стеклянные. А сверху вот такой вот огромный мешок. Потому что листья у меня в это ведерко не поместятся. Их уж очень много. Очень много. И они еще объемные. Вот. Видите, сколько. Блин. И на балконе их всегда больше, потому что это выше, чем на Бэкьярд. Так что приступаем. Бусье интересно, что тут шуршит. А здесь шуршит вот что. Трындец, какие кучи. У меня уже там кулек полный. Ядро полное. Почти. И даже не знаю, или поместится все. Хорошо хотя бы тепло на улице. Примялось. Получилось вот столько вот листьев. Я поставила сверху вот эту вот штуку. Подсвечник этот. Надо бы его покрасить. Не знаю, но там ржавчина. Надо ее выводить, наверное, прежде чем красить. Кто бы это занялся этим. Так. Чтоб не улетело. Пусть пока стоит. Потому что в лес не набегаешься. Вот. А здесь у нас рейсайкл. Пластик. Видите? Так что завтра, может, тоже нападает. Надо еще пропылесосить. Листопад. В полном разгаре. Да, Бусяня? Ой, слово поразить так. Так и все время. Муж на меня обиделся вчера. Потому что я ему продемонстрировала, как он на меня матюкался. И вот оказывается, что ему кушать нечего. Он мне даже не сказал, не сообщил об этом. Поэтому у меня есть работка. Это бусику фарш размораживается. Это свинина и курица для моего муженька. Он мне сказал, что я злопамятная. И картошечка. Эту картошку можно приготовить в микроволновке. 8 минут. Я пробовала, мне не понравилось. Мне показалось, что она получается такая, знаете, полусырая. Поэтому лучше я ее сварю. А, блин. Ладно, разберемся. Всем привет. Слегка прифигевшая. Знаете, сегодня у меня были одни планы. Проснулась. Думаю, приведу себя в порядок. Сделаю маникюр, педикюр. Потому что мой муж сказал, что ему еды хватит еще на 3 дня. Я сунулась в холодильник. Кушать ему нечего. Он себе купил какие-то сосиски. Но вряд ли он их будет отваривать. Это мне придется стоять. И как бы его ждать, когда он там явится домой. И, ну, как бы подавать ему горячие сосиски. И все мои планы нафиг полетели. Мне нужно было еще посидеть возле компьютера. Наконец-то свой PayPal как-то, знаете, чтобы он работал. Нужно этим было заняться. Документами какими-то. Мне нужно заполнить форму на стоматологию. И у меня там еще две стирки нужно разобрать. И я сегодня сидела еще в интернете. Изучала, как голосовать в США. Это тоже крайне непросто. Сейчас, может, расскажу. Я без макияжа и, ну, как бы не собиралась выходить в эфир. Но я знаю, что некоторые девочки, подписчицы мои, они кофе принимают вместе с моим видео. И, ну, я знаю, вот ты привыкаешь так к одному блогеру. И ждешь что-то новенького. Девочки, мальчики. У меня сегодня вот опять готовка, уборка. И я жутко злая. У меня еще спина разболелась. Я думаю, почему вот у мужа есть такие выходные, когда он просто валяется на диване, смотрит телевизор. И причем ему не нужно делать ни маникюр, ни педикюр. И сейчас я, конечно, займусь готовкой. И, наверное, расскажу, что там по выборам в США. Это тоже очень даже меня удивило. Знаете, я на своих видео рассказываю, что меня шокирует. Например, тот же прием к врачу, когда нужно там делать опойтмин за месяц вперед. Либо прием к ветеринару и другие такие странные вещи, когда полиция не реагирует на нападение питбуля. Причем это было вторжение в мою собственность. Знаете, как в Америке собственность граждан, она священна, но оказывается это не так. Ну и многое-многое другое. И сегодня тоже я была удивлена по поводу выборов. То есть не просто так пойти и проголосовать. Может, я сейчас пойду на задний дворик, а потом уже начну готовить. И никогда не планирую. Знаете, мне очень обидно. Я думаю, уже все. Дом вымыла. Листья позаметала. Я ушки собачки полечила. У него уже как бы все улучшилось. Поэтому я могу не волноваться. Он даже покакал на заднем дворике. И я рассчитывала, что сегодня у меня будет время на себя любимую. Собиралась еще волосы покрасить. Ну, посмотрим. Может быть, опять лягу в 5 утра. Не знаю. Вот это вот стоит. Понимаете, это мясо даже не разморозилось. Ну, чувак на меня обиделся. Я, видите ли, ему продемонстрировала, как он матерился. Может, его проучить, пусть сидит голодный. Надеюсь, никто не обидится, что я так вот по-домашнему. Хочу прокомментировать по выборам в США. Для меня это тоже полный шок. То есть, если в Украине, например, я могла перейти через дорогу, и там была школа, и отдать свой голос, да, то здесь совершенно все по-другому. И я сегодня этим занималась тоже, знаете, как время потеряла. И даже не знала, что мне предстоит еще столько работы на кухне. У меня была цель все-таки пойти и проголосовать. Я была очень удивлена. В США есть несколько видов голосования. В том числе онлайн, по почте. И если ты уже в день выборов, 5 ноября, идешь на этот участок. И представьте себе, я начала искать, где этот участок. Оказывается, что наш город, ну, наше село, скажем так, президентскими выборами не занимается. Все организовывается там с верхушки, штат Мориленд, потом у нас каунти Принц Джордж. То есть это, ну, как бы такой, знаете, участок, как район от штата. И они там делают несколько таких участков. Не в каждом городе. То есть нужно еще доехать. Но, слава богу, в нашем городе я нашла этот единственный участок, где можно проголосовать. То есть явиться туда, зарегистрироваться и отдать свой голос. Если, например, в Украине я приходила с паспортом, показывала, и там же проходила эту регистрацию, сразу же там ставила галочки, за кого я голосую. Тут здесь вообще все по-другому. Это такой ужас и тьма, учитывая то, что здесь еще работает старая система, когда люди не выбирают граждане США, не выбирают, выбирают выборцы. То есть это избранные. Это еще с давних времен. Значит, выборцы это, скажем так, сливки общества, в котором якобы гражданское население, такое большое, знаете, доверяют этим выборцам. Но в любом случае я была заинтересована отдать свой голос. Может быть, у меня это получится. Что я еще заметила? Значит, чтобы зарегистрироваться, проголосовать по почте, либо онлайн, регистрация закончилась еще 15 октября. Я вообще этого не знала. У меня сегодня еще была надежда, что я проголосую онлайн. А нифига, Света. Я не удивляюсь, что мой муж, прожив в США 20 лет, ни разу не голосовал. Ни за кого. Ну, например, я ждала, что придут, наконец-то, домой по почте эти бюллетни. А их нет и нет. Представляете? А почему? Я думала, что все это делается автоматом. Если ты гражданин США, либо вот как я получила гражданство, все эти данные заносятся автоматически. И автоматом мне на почту пришлют вот эти вот бюллетни. Но их нет. И я мужу еще сказала, ты смотри, может, прибудет бюллетни, ты не прозевай, как бы их не выброси, потому что я заинтересована проголосовать. А он говорит, ты знаешь, ничего по почте не приходит. И вот тоже я очень удивлена, почему это так все происходит. И когда я сегодня хотела зарегистрироваться, мне ничего не получилось. Мне просто выбивает, что ваших данных в системе нет. Это какой-то, знаете, темный лес тоже для меня. Кто здесь проживает в США, научите, расскажите, как вы голосуете. Я уже нашла, значит, этот единственный в нашем городе центр, где можно проголосовать 5 ноября. Он находится в таком, знаете, месте для пожилых людей. Что это за место? Ну, там проходят разные концертные программы, какие-то собрания для них проходят. Ну, это такой, знаете, общественный центр для пожилых людей. Я тоже этому очень удивилась, потому что на весь город, вот наш город, да, он имеет немаленькую площадь, да, то есть он растянут. Всего лишь единственный вот этот вот центр в клубе для престарелых, где можно отдать свой голос. Причем еще сегодня я пыталась мониторить, в каждом штате нужно голосовать так, как принято именно в этом штате. То есть, например, там есть кружочек, его нужно либо весь закрасить и не выйти за границы, либо поставить галочку, либо такую, знаете, начертить змейку. Как в нашем штате, я не знаю. Если ты сделаешь что-либо неправильно, твой голос просто не зачтется. И вот я думаю, стоит ли мне просто терять время на все это? И вообще, что дальше будет? Будут ли фальсификации? Говорят, что может дойти даже до уличных разборок после 5 ноября. В общем, для меня все это весьма странно. У меня, конечно, остается желание проголосовать. Ну, по крайней мере, я промониторила, вам рассказала. И каждый раз приходится удивляться всему этому. Вот как-то так. Иду готовить. Никуда не денешься от этого. Блин, это просто трындец. Размораживаю на сковородке. Вот это вот свинина с косточкой. А вот эту вот курицу я в воде размораживала. А там есть еще такая подкладка, знаете, чтобы влагу впитывать. Она разодралась. Весь этот вот, что там, ватка какая-то в середине этой прокладки. Все это разлезлось. Боже мой, мне пришлось это руками раздирать. Какая-то жесть, какая я злая, блин. Называется, привела себя в порядок. У меня греется уже духовка. Сейчас побыстречку что-то приготовлю. Кстати, я сегодня ананас порезала. Сладкий-пи-сладкий. Почему накрыла? Потому что мушка может залететь. У нас тепло. Ой, блин, как я зла. Как я зла. Значит, что я буду делать с курицей? Тупо натираю ее майонезом. Сейчас надену рукавичку. Видите, какие у меня ногти ужасные. Специи, перец и в духовку. Все. Ну что, картошечка у меня уже готова. Жаль, что у нас не продают укроп. Поэтому петрушка, чеснок, оливковое масло. А здесь у меня мужу мясо под вот таким вот соусом. Вот. И запекается курица. Я смотрю, или подрумянилась. Еще ждет. И хочу еще кое-что себе приготовить. Помыла шампиньоны. Брокколи моются. Почистила вот лук, чеснок. У меня, в принципе, в холодильнике есть борщ. Мне достаточно съесть борщ с бутербродом там, например. И все. Но поскольку я уже влезла на кухню, хочу уже это все добить. И мужу нужно сельдерей порезать, помыть. Он любит его. Так что, как-то так. Пол двенадцатого. Хоть стой, хоть падай. Маникюр, педикюр. А, кошмар. Да, Буся? Все, мяско готово. Курица еще подрумянивается. Курица готова. Но она какая-то, знаете, он любит с корочкой. Еще ставлю на десять минут. Готовлю сковороду. Рецепт из интернета. Греем сковородку. Режем лучок. Что у нас здесь? Грибы пережариваются, да? Так, еще надо подождать. Маникюр, педикюр будет завтра. Теперь брокколи. Я уже нарезала, но тоже нужно подождать. Что там наша курица? Курицу можно доставать. Что у нас тут получилось? Нормально подрумянилась. Так, можно брусить немного зелени на нее. Что дальше? Добавляем брокколи. Соевый соус. Специи. У меня, конечно, здесь бардак. Где мои специи? Немного перчика, да? Что снимаю, не вижу. Перемешали. И под крышечку минут на 10. Говорят, что это вкусно. Готовлю первый раз. Попробую, расскажу. Пахнет прикольно. Ну, брокколи, в принципе, долго не готовится. Поэтому ждем. Все, выключаю. Брокколи должны получиться. Еще не пробовала хрустящие, потому что они предварительно не отваривались. И они дойдут уже сами по себе. Все, можно отдохнуть. Приятного аппетита. Приготовьте себе что-нибудь вкусненькое. Не жалейте лайки. Увидимся. Всем пока. Еще не пока. Бегу вниз. У меня там белье. Нужно его забрать. И пораскладывать. Пример неработающей женщины. И так, как каждый день. Как не одно, так другое. Так, бухенька мне помогает, солнышко мое. Шампанское. Главное, что он не успокоилось. Главное, что у него ушки стали получше. Ты что, снова хочешь кушать? Ты что, снова хочешь кушать? Ты кушал недавно. Окей. Сейчас сообразим что-нибудь. Здесь просто вкусно пахнет. Мяском, курочкой. Это все то, что он не получит. Да, малыш? Всем пока. Не жалейте лайки. Подписывайтесь. Пусть у вас все будет хорошо и даже замечательно. Будешь я скажу, всем пока. Всем пока.